Здравствуйте! Группа Ренова планирует построить в Пермском крае тепличный комплекс. Об этом сообщает агентство РНС и подтвердил представитель группы. По его словам, основные культуры, которые собирается выращивать компания, томаты и огурцы. После полноценного запуска производство составит до 75 тысяч тонн готовой продукции в год. Инвестиционные соглашения с регионами группа подпишет на российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщают ведомости. Для группы Ренова, которой владеет Виктор Виксельберг, Пермский край – ключевой регион. Здесь она владеет компанией «Новогор Прикамья». Строительное подразделение Ренова компания «Кортрос» построила новый жилой комплекс «Астра» на месте бывшей табачной фабрики. Также компания застраивает квартал номер 179 по улице Революции. АИЖК снизила ставки по ипотечным кредитам на полпроцентных пунктов. Об этом говорится в сообщении агентства. Теперь ипотечный кредит АИЖК можно оформить по ставкам от 11,5% годовых. Для отдельных категорий заемщиков на покупку строящегося жилья ставка будет дополнительно снижена на 0,25% пункта, говорится в пресс-релизе. Уточняется, что ипотечный кредит АИЖК можно оформить более чем в 60 регионах страны. Срок кредита до 30 лет, сумма до 20 миллионов рублей в столице и до 10 миллионов рублей в других регионах, в том числе и Перми. При этом процентная ставка не зависит от срока и суммы кредита. Напомню, АИЖК реализует государственную жилищную политику благодаря сотрудничеству с различными застройщиками. 100% акции агентства принадлежит государству. Пермские роботы будут трудиться в Турции. Компания «Промобот» подписала контракт со стамбульской компанией «Люксра Тиэр». Согласно документу, в Турции появится полноценное представительство «Промобот», а в течение ближайших двух лет организована поставка в Стамбул 40 сервисных роботов моделей «Промобот». Для этого российские модели роботов будут адаптированы под турецкий рынок. Турецкое подразделение «Промобот» будет включать в себя сервисный отдел и отдел маркетинга. Специалисты займутся организацией участия роботов в промышленных выставках и продвижением продукции в торговых центрах, выставочных комплексах, банках и других учреждениях Турции. Кроме того, на базе турецкого представительства будет выстроен Центр поддержки клиентов, который займется разработкой новых решений и возможностей существующей робототехнической платформы. В Барселоне представили новую версию легендарной модели телефона Nokia 3310. Создатели обещают, что телефон сможет работать 22 часа в режиме разговора и месяц в режиме ожидания. То есть по аналогии с классической Nokia 3310, популярной в начале 2000-х. Стоить новая Nokia 3310 будет в среднем 49 евро, это около 2800 рублей по текущему курсу Центробанка. Телефон выпущен в четырех цветах, помимо классических серого и синего представлены красные и желтые модели. Курс доллара по данным Центробанка на 28 февраля составляет 57 рублей 93 копейки, курс евро 61 рубль 25 копеек. На этом у меня все, удачи в делах. Продолжение следует...